Добрый вечер. Сентябрь – месяц завершения гастролей. В сентябре возвращаются из отпусков многие московские театральные коллективы. Сборы трупп – событие, которое повторяется каждый сезон, но всякий раз оно оказывается волнующим. Мы побывали на сборе труппа Московского художественного театра. Первые встречи, первые рукопожатия. Завтра начнутся спектакли и репетиции. Вместе с ними придут и сложности, и переживания, без которых не бывает настоящей работы. Вступят в силу театральные будни. А сегодня праздник, и люди ведут себя, как на празднике. Вот корифеи МХАТовцы. Михаилу Пантелеймоновичу Балдуману в июле исполнилось 85 лет. Здесь на сборе труппы друзья и коллеги сердечно поздравили его с этой датой. Вот Марк Исакович Пруткин. Анастасия Платонна Зуева. Ангелина Иосина Степанова – артистка, общественный деятель. Она говорит о задачах театра в новом сезоне. На сборе труппы непременно выступают и главный режиссер, и директор. Они подводят итоги сезона прошедшего и рассказывают о том, чем будет жить театр в ближайший год. Речь идет о пьесах новых, уже принятых, и о тех, которые будут вынесены на суд коллектива. А пьесы – это роли, и каждый из сидящих в зале думает о той, что ему особенно дорога, особенно по душе. Достанется ли? После того, как официальная часть закончилась, я разговаривал с главным режиссером театра Олегом Николаевичем Ефремовым. Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, об итогах прошедшего сезона в Московском художественном театре, о том, как он завершился. Сезон был очень интересный, так он мне представился каким-то таким большим, длинным. Но своеобразие его в том, что вся наша, по-моему, работа, жизнь была подчинена идее интернационализма. Ну, потому что был юбилей образования Союза Советских Социалистических Республик. У нас поэтому Чиидзе поставил обвал, Виктюк поставил украденное счастье, Виссарион Олекса поставил Караджале бурная ночь. И в прошлом сезоне мы много гастролировали. Мы начали сезон, были гастроли в Казахстане, в Киргизии. В прошлом же сезоне мы ездили, возили так победимую «Чайку» в ГДР, Болгарию, Чехословакию. Эти спектакли разъезжали мы 40 дней. И завершили сезон гастролями в Эстонии. Ну, и все это требовало каких-то затрат, и именно нахождение связей со зрителем. Уж чем театр, так сказать, его может быть и несчастье, но и счастье, в том, что каждый раз надо найти эту живую связь. И когда вот она находится, то тут действительно испытывается какое-то большущее удовлетворение. Ближайшая премьера вот на этой сцене «Господ Головлёвых» постановки «Льва Додина». В этом спектакле заняты Смуктуновский, Георгиевская. Смуктуновский в главной роли, да? Да. Как мы шутим здесь в театре, что, ну, наконец-то, Иннокентий Михайлович, вы сыграете свою роль. Но он на это отвечает тем, что приходит ко мне в кабинет. Я говорю, что ты сидишь тут? Он говорит, я изучаю, как надо играть. Так что мы обмениваемся. Ну вот, и это большая работа. На той сцене Амадей Шафера в конце прошлого сезона в связи с болезнью, значит, актёра мы не выпустили. Дали возможность БДТ сыграть здесь, не соперничая с нами. Ну, а сейчас мы выпустим Амадей, очевидно, в конце ноября. В главной роли Сальери Олег Павлович Табаков, ваш друг. А он в Амхат перешёл, да? Да, вот он в этом сезоне уже вступил в труппу художественного театра. Надо сказать, что вернулась в художественный театр Татьяна Васильевна Доронина. Перешёл Олег Иванович Борисов из БДТ. Очень серьёзное пополнение. Но это всё наше. Это всё наше. Это же выпускники нашей школы-студии художественного театра. Поэтому я не вижу здесь в этом какого-то, так сказать, насилия. Или просто вот иногда говорят, Ефремов, звёзд набирает. Нет, мы встречаемся, так сказать, на основе наших стремлений, убеждений. И совершенно естественным способом, так? Абсолютно, да. Дальше на этой же сцене я буду выпускать «Перламутровую Зинаиду», пьесу Михаила Рощина. Называет он её «Комедия с преувеличениями». Ну, это действительно и смешно, и где-то там есть элементы сатирические. Во всяком случае, с Рощиным мы не порываем наши связи. И это вот очередная его пьеса, которая ставит, конечно, серьёзные задачи перед театром. Она не похожа на его прежние пьесы. Ну, понятно, что это Рощин, но вместе с тем какие-то для себя он новые вещи там нашёл. И нам предстоит тоже найти. Дальше есть такой очень интересный болгарский писатель, прозаик. Но он стал писать пьесы сейчас «Радичков». И вот его пьесу «Попытка полёта» будет ставить болгарский режиссёр Младен Киселов. Вот если мы успеем таких три громадных, что ли, спектакля поставить на этой нашей громадной сцене, это значит мы выполним наши планы. Хотя на той сцене будет ещё и «Кроткое» Достоевского, будет Кондратьев, новая его пьеса о войне. И, конечно же, вот сейчас, в ближайшее время, мы будем читать на трупе, обсуждать новые пьесы. Мишарина, Галина, Гельмана. И ещё, так сказать, в портфеле у нас есть пьесы. Так что сейчас сразу накинемся на, ну, главное, что ли, что бывает в театре, это формирование репертуара, изучение пьесы. В сентябре на сцене Центрального детского театра показал свои спектакли Кауновский государственный драматический театр. Коллектив этот привёз обширный репертуар, свидетельствующий о его стремлении ни за кем не идти вслед, о стремлении быть оригинальным, иметь своё лицо и свой облик. Эти же устремления сказались и в режиссёрских работах, прежде всего в работах главного режиссёра театра Йонаса Вайткуса. Для вот этих его режиссёрских устремлений весьма характерен спектакль «Шарунас». «Шарунас» — это пьеса-классика литовской литературы Винцеса Креви. Это романтическая драма, написанная в начале нынешнего века, а действие её происходит в веке XIII. В пьесе представлены реальные исторические события и реальные исторические лица, но вот эта вот историческая реальность, она мало волновала автора пьесы и в ещё меньшей степени волнует сегодня режиссёра. Режиссёр ставит спектакль романтический. Те давние-давние события, кровавые и жестокие, увидены в свете легенды, мрачной и поэтически возвышенной одновременно. Главного героя Шарунаса играет Йозас Будрайтис, играет человеком ярких, открытых страстей, мучительного темперамента, страшных противоречий, человека, который хочет любить людей и в то же время не доверяет им, озлоблен на них, человека, который хочет простых человеческих радостей, просто жаждет их и одновременно отказывается, отрекается от них во имя долга, как он его понимает. Мне думается, в этом спектакле театру удалось влить, что ли, в этот классический исторический персонаж, романтический персонаж, живые соки, соки живой жизни. Сейчас вы увидите отрывок из спектакля Шарунас, а в этом отрывке заняты артисты Будрайтис, Масюлис и актриса Рута Сталилюнэйте. Молод еще Шарунас, как жеребенок трехлетка. Вели ему жениться, вот что. Юная супруга живо взмуздает, в юбке ее запутается и позаботит и про походы, и про свои мечты. Да, но как с ним заговорить? Беда нынче с этими детьми. Хочу поговорить с тобой о твоем будущем и будущем всего нашего рода. Не суйся в мужские дела. Так-то ты с матерью разговариваешь. Знаю, по-твоему, я способна только чушь сказать, зато ты, по мнению людей, не всегда поступаешь, как серьезный мужчина. Пока ты холост, тебя считают все мальчишкой. Пусть считают, кем хотят. Кем будут считать, так и слушаться будут. Ты впрямь мальчишкой рассуждаешь, как ребенок. А чего ж маменька не называла меня ребенком, когда нужно было после смерти брата бороться за родину против Перлиса? Выходит, тогда я был мужчиной? Не одна я так говорю. О, мне давно известно, что все вы не прочь мне в ложку утопить, жильем проглотить. Только больная костляв, подавитесь. Вот уж не знал, матушка, что и ты против меня настроена. Настроена против тебя? Разве я не мать тебе? Разве мне тебя не жаль, или сердца у меня нет? Но если ты и дальше будешь так себя вести, все тебя возненавидят. Все. И всегда меня любили, матушка. Любил отец, подпускавший близко и оставивший на меня старый замок, где жили совы для змеи. Любил меня брат, когда захотел отнять у меня такую развалюху, стоило привести ее в Божий вид. Любил. Когда велел перед смертью передать бразды правления Перлису. Я Перлис любил. Да что там говорить. Один только Геловинис не оттолкнул меня. Кабы не он, меня бы еще в детстве вши заели. Вот уж не ожидала услышать на старости лет такие попреки. Я ничем тебя не попрекаю, матушка. Просто напомнил слово, как меня все любили. Ах, сынок, сынок. Один ведь весь век не проживешь. Один? Когда я был не один? Горай. Слава Богу. Прошли те времена, я больше не вернулся. Сам себя ненавистен. С радостью превратил бы в прав весь мир, будь моя воля. Кому я тогда не завидовал, да я готов был за одно сласковое слово руки-ноги расцеловать. Только никто его не сказал. Ты хочешь, чтобы я жмился? Чтобы девка, которая швыру-муру водила, стала княгиней? И для того, чтобы люди тебя любили, нужно самому их любить. А кого я должен любить? Или мне нужно было умолять людей? Жальтесь надо мной, позвольте вас любить. Как вспомню, смех берет от этой жажды любви, как голодный хлеба. Думал, любовь в детстве равнозначена жизнью, что без нее счастье и несчастье. А когда понял, что нет такой золотой любви, не знал, как дальше жить. Жил только от злости, покуда не засияло для меня иное солнце. Не нужны мне теперь ни утешения, ни любовь, ни жена, ни друзья. Есть у меня сейчас и друзья, и жена. Это любовь, которой люди любят Бога Перуна, когда Он предает огню их усадьбу, уничтожает все вокруг. Для многих сегодня я стал таким вот Перуном-разрушителем. Грозная речь, не доводилось слышать такую. Боги подняли на меня руку, и тем самым оказали мне путь. В Дейнаве должен властвовать один правитель. Слышишь? Я? Или он? Он первый встал на моем пути, поэтому и должен погибнуть. Или же погибну я. Вот как ты говоришь. Это совсем другое дело, я молчу. Только ты позабыл про Перлиса Йоргиса. Сыночек мой единственный. Выбрось эти мысли из головы. Нет. Скорее от жизни откажусь, чем от своих замыслов. Что со мной родилось, вместе со мной умрет. Пьеса Горького «Последние». И здесь ощутима сильная режиссерская воля Вайткуса, его последовательность в осуществлении замысла. Театр смотрит на персонажей пьесы с усмешкой презрительной и холодной, ну так, как, собственно, на них смотрел и Горький, на этих мелких людей, развращенных царским самодержавием. Семья дворянина Ивана Коломейцева, который пошел в полицейские. Иван просит денег у Якова. И, ну, все здесь вращается вокруг денег. И, едва начавшись, этот разговор, как, опять-таки, всегда здесь, приобретает характер шумный, скандальный и бестолковый. Вот эту сцену вы сейчас и увидите. В сцене заняты артисты Волошинос, Барчас и Казрагитая. Казрагитая. Простите, отец, я должна вмешаться и кончить эту беседу. Тебе вредно волноваться. Иван Данилович, отец уже сказал вам, что не даст денег. Я прибавлю, он не мог бы дать, если бы даже хотел. Деньги отданы госпоже Соколовой на залог за ее сына. Яков, если бы вы заявили о вашей ошибке, деньги попали бы к вам. А место исправника к Ковалеву? Вы запрасно выскочили, Любовь Яковлевна. Вы еще молоды для того, чтобы понять всю сложность жизни и мою мученическую роль в ней. Хорошо, он отцу вредный. А мне полезно слушать ваши дерзости? У меня должно быть нет сил убедить тебя, брат. Что же я буду делать? Ты погубишь меня, Яков, если не дашь денег? Дети ваши уже погибли. Молчите вы, птица. Яков, судьба моя и всей семьи моей зависит от 1200 рублей. Пусть будет ровно 1000. Ты мягкий, неглупый человек, Яков. Сегодня решается вопрос о моем назначении. Лещ поехал дать этому делу решительный толчок. Как только меня назначат, мне сейчас же понадобятся деньги. Я ухожу, оставляя тебя лицом к лицу с твоей совестью, брат мой. Кошмар какой-то а не человек. Он заставит меня дать ему эти деньги. Я не могу представить себе человека вреднее и противнее, чем этот, Люба, дорогая моя. Как ты резко. Зачем? Скажи, что мне делать? Я не умею ответить тебе. Все это случилось так вдруг и раздавило меня. Жил один точно крот с моей тоской и любовью к маме. Есть люди, которые обречены судьбой любить всю жизнь одну женщину. Как есть люди, которые всю жизнь пишут одну книгу. И напишут плохо. Да, желая скрыть свое ничтожество, они прячутся в ничтожный труд и обольщают себя сомнительным утешением. Я весь в одном. Ты искренне, но это лишнее. Тебе не жаль меня? Мне горько и обидно, что я ничего не могу делать. Я хотел бы вытащить отсюда Веру и Петра, но я не знаю как. Не умею. Не умею. У тебя есть что-то страшно холодное. Вероятно, злоба на свое бессилие. Зачем ты отдал меня в эту яму пошлости и грязи? Не спрашивай. Ты знаешь, Соня не хотела сознаться, что ты моя дочь. Однако вы, отцы и матери, ужасно легко и просто играете детьми. Минуло почти два года со дня рождения альманаха современной драматургии. Его ждали. На него возлагали большие надежды и читатели, и люди театра, драматурги, критики. Сейчас вот вышло уже шесть номеров. Очередной номер будет на днях вот-вот. Ну и, наверное, можно уже, ну, в какой-то мере предварительно, но, тем не менее, говорить о том, насколько же наши вот эти надежды и ожидания оправдались. Я хотел бы попросить известного драматурга Афанасия Дмитриевича Солынского, ну, рассказать немного об альманахе, о том резонансе, который он вызвал в театральной среде, в среде людей театра. Альманах сразу заявил о себе очень и очень, как-то так, ярко. С первых же номеров. С первых же номеров. Вы знаете, возьмите, скажем, первый номер, 82-й год, сразу несколько пьес, буквально сразу несколько пьес, причем пьес таких интересных, заметных, скажем, пьеса Розова «Хозяин», пьеса Родзинского театра времен Нерона и Синеки, вот, пьеса молодого белорусского драматурга Дударева «Порог», пьеса Мишарина равняется четырем Франциям. Публикация, скажем, впервые была публикована пьеса Альфиногенова «Ложь» с предисловием профессора Пименова. Статьи вышли Бориса Любимова, Льва Анинского, Олега Ефремова, беседа с Алексеем Арбузовым, вы помните, статья португальского драматурга и исследователя искусства «Ребеллу». Так что, понимаете, сразу первый номер как-то всем показался интересным, неожиданным, ярким, захватил как-то всех, и начался путь Альманаха к читателю. И разошелся очень быстро первый номер, то есть почти библиографическая редкость. Да, 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 стремительно разошелся. И затем в каждом номере чатались пьесы и русских драматургов советских, и драматургов, представляющих нашей Советсоюзной Республики, другие, и прогрессивные драматурги других стран, зарубежные. Ну, это пьесы были Губарева, Гельмана, Володарского, вот, последняя пьеса Андрея Макайонка, Шальтяниса, Таболкина, Сесенбаева, Кучаева, Бакеева, Умарбякова, Коломийца, Чхаидзе и других авторов. Что Альманах дает какую-то очень широкую, полную и всестороннюю картину театральной, прежде всего, драматургической нашей жизни. Да, несомненно, конечно. И Альманах, к его счастью, нашел свое лицо. Вот, резонанс огромный в театроведческой среде, в среде драматургов, вот, и обширные планы Альманаха, насколько я представляю. Да, вот, планы немножко приоткройте, пожалуйста. Редакционные тайны. Ну, насколько я представляю, я здесь, так сказать, просто-напросто думаю о том, что есть, что уже стало известным через выступления товарищей публичной. Вот, это пьесы Арбузова, Друцца, Кондратьева, Рощина и других драматургов будут обликованы в Альманахе в последующем. Выступят критики Аннинский, Вишневская, Потапов, Золотузский, Сурков, Крымова, Соловьева, Любимов, Пименов и другие товарищи. Или, скажем, записки будут напечатаны Айтматова, Володина, Лавренчукаса, Зорина, Ульянова, Шатрова, где будут какие-то крупицы опыта, а может даже не крупицы, кстати, а какие-то обобщения, которые могут послужить большую службу нашему искусству. Альманах набирает силы, вот, становится все более популярным и интересным. Хочется пожелать лишь, так сказать, чтобы он, во-первых, не терял бы этого разбега, этой своей силы, и, во-вторых... Держал уровень. Да, держал бы уровень, вот именно, правильно сказали, держал бы уровень. И, во-вторых, а может быть, во-первых, даже, печатал бы больше пьес, которые горячо отображали бы нашу действительность, вот, в ее движении, в ее развитии. Печатал бы пьесы, которые бы поддерживали бы все усилия народа, вот, лучшие наши, так сказать, дела, и вводили бы на сцену пьесах драматурги, естественно, конечно, через Альманах. Вот, героя, который достоин того, чтобы его посмотреть на сцене. Ну, а критикам? Критикам могла бы быть более, скажем, оперативной. Критика должна быть, на мой взгляд, более критичной все-таки. Вот, меньше, так сказать, таких, знаете ли, ну, что ли, таких захваливающих оценок таких, вот. Трезвее немножечко. Трезвее немножко. Не помешает. Трезвее, да, глубже. И тогда из критики будет совсем-совсем все хорошо. В общем, я думаю, что у Альманаха хорошее будущее. Вот, драматурги, если говорить о них, а с них начинается театр, связывают большие надежды с Альманахом современная драматургия. И я убежден, что эти надежды оправдаются. Московский драматический театр на Малой Бронной показал пьесу австрийского драматурга Фердинанда Брукнера о Наполеоне I. Пьеса была написана в 1936 году. Драматург, известный своими антифашистскими взглядами, находился тогда в эмиграции, вне Родины. Направленная против милитаризма, против войны, против идеи мирового господства, пьеса была актуальна, несла в себе явно выраженный антифашистский заряд. И все-таки вот сегодня старая австрийская пьеса о Наполеоне, что нам Наполеон, что у нас своих забот мало. И вот два художника, Михаил Ульянов и Анатолий Фрос, остро чувствующие современность, находят эту пьесу, находят друг друга в общей работе над ней. И вот в этой связи у меня вопрос вот к вам, Анатолий Васильевич, и к вам, Михаил Александрович. Чем вот эта пьеса может быть привлекательна для сегодняшнего зрителя, с вашей точки зрения? Ну и вообще, как она возникла? Мы оба в разных местах и в разное время мечтали об этой пьесе. И я только когда уже мы пригласили Михаила Александровича на эту роль, то я узнал, что он долго мечтал об этой роли и пропагандировал всячески эту пьесу. Но я не знал и выбрал ее безотносительно к Михаилу Александровичу. И однажды мне сказали, что на съемках Михаила Александровичу сказали, что на Малой Ебронной будет ставиться этот спектакль. Он очень огорчился, что его идея как-то проходит мимо него. Я узнал об этом, тут же вечером позвонил ему и позвал его к нам. Он с удовольствием согласился. Я очень рад, что так произошел наш союз, о котором я не жалею. Очень рад, что так было. Что же касается самой пьесы. Пьеса очень интересная. Меня в этой пьесе очень увлекало, заинтересовывало то, что, как человек теряет свой облик. Ведь Наполеон же, в общем, был человек незаурядный. Это была крупная очень личность. И вот как крупная личность теряет человеческий облик, как теряет человеческое ощущение реальности. И как постепенно его заносит, как он говорит. И постепенно он почти превращается в маньяка, сумасшедшего человека. И потом еще вторая тема. Как человек переступает через нормальные вещи, через близких, через любовь, через дружбу, через все нормальные вещи. Он переступает ради какой-то химеры, за которой он гонится. Это трагично. Это история потери человеком человеческого облика. Вот это очень такая тема. Ну что ли, хотя Брукнер не входит в число, как бы, так сказать, классиков, что ли, мировой литературы, таких как Мольер, Шекспир. Но его, эта пьеса, и многие, кстати, другие, они близко подходят к классическим произведениям, потому что они поднимают очень существенные вопросы и на уровне серьезной философии. И еще эта пьеса очень увлекательна с театральной точки зрения, потому что ее просто очень интересно смотреть. А, Михаил Александрович, а чем вас вот так увлек этот Наполеон? Ведь, если я не ошибаюсь, вы впервые вот оставили тот театр, в котором работаете, чтобы сыграть на другой сцене роль. Ну, вообще, у актеров, у всех без исключения мечтаний, планов, фантазий и бредовых всяких, так сказать, идей тьма тьмущая. И у каждого актера можно целый огромный список из прекрасных ролей составить, которые они бы хотели сыграть. Но почти, почти всегда эти планы остаются, так сказать, невыполненными и уходит актер, так и не сыграв своих любимых ролей. И очень редко бывает так, что твоя жажда и твое, так сказать, влечение к той или иной роли вдруг совпадает с возможностями реальными. Я эту пьесу впервые прочел лет 7-8 назад. Я сразу захлебнулся этим характером. И, во-первых, просто чисто театрально, просто первоклассная написана пьеса по театральным, так сказать, законам и канонам. Мы частенько пропагандируем здравые, интересные, прекрасные, нужные, необходимые идеи и мысли, и чувства. Но в такой убогой и в такой плохой и трудновоспринимаемой форме, что наши самые благие намерения частенько остаются, так сказать, с нами. Они не воздействуют на зрителя по одной простой причине, что формы театральные столь, так сказать, скупа и шершава. А здесь вся идея, про которую говорил Анатолий Васильевич, и вся мысль, так сказать, этой антимилитаристской, анти, так сказать, сумасшедшей темы, обличена в совершенно первоклассную, такую высшей категории театральную форму. Ну, свод, я с этой пьесы, значит, всякие делал, значит, ну, по разным обстоятельствам в нашем театре, к сожалению, это не могли поставить, по разным, так сказать, плановым делам. Я предлагал другим режиссёрам, но я как-то не пришло мне в голову, и я не понимал, что можно прийти в другой театр. И когда мне Анатолий Васильевич позвонил, то я с радостью согласился, потому что это тот редчайший случай, когда твоя мечта совпадает, так сказать, с реальными возможностями. Чем мне эта роль близка, чем мне эта роль интересна? Я-то считаю, что любую самую прекрасную мысль надо выражать художественно-убийственно, я бы сказал, по форме, по отточности. И вот здесь вся идея, бредовая идея мирового господства, создание империи под главой одного человека, создание некого такого государства, в которое объединятся все государства мира, это, так сказать, его идея объединённых штатов Европы, когда он хотел всех под свой, так сказать, колпак загнать. Они с времён, не знаю каких, давних персидских времён, всегда рушились, и всегда находится какой-то сумасшедший, который опять повторяет эту безумную идею, заливая мир крови. Сейчас, мне кажется, и вот Анатолий Васильевич со мной, так сказать, согласен, так сказать, не головой, умом, а сердцем, что эта пьеса, ну, архисовременная, именно потому, что мы как бы на примере Наполеона показываем всю химеру, всю бессмысленность и всю гибельность подобных установок. Всю гибельность. Это не история, это не исторический спектакль, это, как бы сказать, притча об этом человеке, притча, в которой разворачивается вся гибельность его устремлений. Есть ещё одна тема, которая, мне кажется, мне кажется, тоже существенно и важна, и тоже, мне кажется, современной. Он говорит, если бы со мной была Жозефина, этого бы не случилось, когда он уже подписывает отречение. То есть, другими словами, мы частенько в своих устремлениях, в малых и больших, и самых больших, и самых больших, часто мнём все человеческие взаимоотношения. И это считаем всё неважно, не суть, взаимоотношения с друзьями, с семьёй, с детьми, это неважно, важно это. Иногда мы приходим к краху, потому что этого мы без этого добиться не можем. И когда топча, так сказать, какие-то корни ради каких-то, так сказать, кажутся очень важных и существенных дел, мы частенько теряем не только это дело, но мы теряем самих себя. Я недавно сыграл нечто подобное в частной жизни. Нечто подобное, когда человеку у стремления, так сказать, и когда его скинули с этого, так сказать, места, он оказался у разбитого корыта, у него никаких связей человеческих нет. И вот Наполеон. Он рвёт все человеческие связи, он разводится с Жозефиной, он ради химеры, так сказать, мирового господства женится на женщине, которую он не любит. И у него ничего не получается. Он рвёт всё ради того, в чём в конце он говорит, что никто не знает, что я гонюсь за химер. Я не впервые встречаюсь с Анатолием Васильевичем. Первый раз мы встретились с ним на телевизионной работе «Острова в океане» по роману Хемингуэя. И я впервые встретился с его странной для меня режиссурой, которую я бы так назвал, уважительно-непреклонная, я бы так назвал. То есть уважение к актёру, но непреклонное прочерчивание своей идеи, мысли или, так сказать, темы спектакля. Вот и сейчас тоже работа была очень быстрая. В общем, мы спектакль сделали в течение двух с половиной месяцев. То есть вот так нормально надо делать спектакль. Я-то считаю, вот эти вот все шестимесячные сидения за столом, это всё наша косность. Ну, и, наконец, надо сказать, что я, конечно, гастролёр в этом театре, я всё-таки вахтанговец, несмотря на все хорошие ко мне отношения. Я с другой немножко школы пришёл, и мне надо было прилаживаться к школе эфросовских актёров. Я встретил здесь первоклассных мастеров, которые совсем по-иному работают, и мне надо было прилаживаться к манере и Яковлевы, и Кастрелли, и Короткова, особенно Яковлевы, мастерицы первого класса, которые совершенно по-иному шьёт. И надо было пристраиваться. Я ещё не до конца к ней пристроился, я так считаю. Ну, вот, что я хотел сказать. Спасибо. В пьесе представлен и триумф Наполеона, и падение его, и спектакль, ну, в сущности говоря о том, что даже человек крупный, незаурядный, каким, несомненно, был Наполеон, даже такой человек, будучи одержим этой страшной и безумной идеей мирового господства, превосходства над всеми, в конце концов терпит полный крах и моральный, и политический, и всякий, как потерпел крах Наполеон Бонапарт на полях России. Сейчас вы увидите сцену из спектакля, сцену отречения императора. Жозефину играет Ольга Яковлева, Наполеона Михаил Ульянов, в роли секретаря Наполеона артист Владимир Качан. Действие происходит в начале XIX века. Костюмная пьеса. Ну, вот, в спектакле вы совершенно не ощущаете каких-то внешних приспособлений, подпорок, вот этой самой костюмности не ощущаете, а в работе исполнителей, лучших исполнителей этого спектакля, при том, что она и ярко, и остро, совершенно тоже этих внешних подпорок нету, и всё идёт изнутри, всё на основе глубокого и полного внутреннего перевоплощения. Только тогда, когда я поступал не так, как думала ты, нам начало не вести. Да у меня сейчас такое чувство, будто всё по-прежнему, а? Ваше Величество посылали за мной. Это речение. Возьми себя в руки. Мне тогда это удалось. Ты? Ваше Величество. Я ведь тоже однажды отреклась. Вспомни. Всё семейство, все бонапарты присутствовали. При этом всё же я смогла. Ваше Величество. Ну, что подумает он, увидев тебя таким беспомощным. Скажи, чтоб сел. Садись. Ну, если ты тогда знала, что это безумие. Скажи, что взял перо и бумагу. Возьми перо и бумагу. Почему ты меня не остановила? Что делают с сумасшедшими? Если любят, подыгрывают. А что ещё остаётся? Скажи, что будешь диктовать. Я буду диктовать. Как будто я раньше не знал, что всё кончится поражением. Тречение императора. Продиктуй это. Но меня занесло, неудержимо занесло. Власть. Магическое притяжение. Власть. Отречение императора. Ну, наконец-то, мой маленький. Я с тобой. Отречение императора. Как будто рада. Увидишь, как тебе потом сразу станет легко. Не жми мне руку. Мне больно. Доно Фонтенбло. 11 апреля 1814 года. Доно Фонтенбло. 11 апреля 1814 года. Дальше. Ты не удивлён, Мини Вальц? Нет, не могу. Мини Вальц. Ваше Величество. Дай его. Ты не удивляешься моему отречению? Ты не спрашивай его. Диктуй, кончай с этим. Вероятно, это не удивляет никого, кроме меня. Диктуй же. Я диктую. Хорошо, мой маленький. Хорошо, диктуй. А что диктовать-то? Отречение. А я не знаю, что говорят в таких случаях. Я никогда не диктовал отречений. Боже мой. Тебе было легче. Тебе нужно было только прочесть. Я всегда помогал тебе, когда мог. Ну, что же ты хочешь что-то продиктовать? На основании закона об изменении императорского дома... Ваше Величество. Ну, какой там парагноз минивальный? Закон об изменениях внутри императорского дома не предусматривает в случае в отречении. Не предусматривает? Нет. Величайшее изменение императорского дома не предусмотрено законом? Не предусмотрено, Ваше Величество. А какой болван составлял эти законы? Какой болван. Пусть он его составит. Кто? Он так хорошо прочёл моё отречение. Много лучше, чем я. И он составит лучше. Придумала тоже. Как может простой писец знать, что чувствую и я? Зато он знает, что положено чувствовать простому читателю. Ну, как в таких случаях положено изъясняться, миниваль? Поскольку союзники заявили, что император является единственным препятствием для мира в Европе, император готов оставить трон, подписать бесповоротное отречение и навсегда расстаться с Францией, если того потребует благо Отечества. Пожалуйста. Это кто тебя сочинил? Я сам придумал. Сам? Отстань. Ты что? Это ты подумал, как Дарья представил себя на место императора? Ваше Величество. С каких пор ты думаешь так, миниваль? В тех самых пор, как союзники вошли в Париж, Ваше Величество. Ты кто? Может быть, так думали все во Франции, только не я. Ты кто же? Поскольку союзники решили, что император является единственным препятствием для мира в Европе, император в настоящем даёт своё согласие... Ты что, успеваешь, миниваль? Конечно, Ваше Величество. Твоё-то своё согласие оставить трон, подписать бесповоротное отречение и навсегда расстаться с Францией. Даже с самой жизнью. О, я вставлю даже с самой жизнью. Подожди, я этого не говорю! Речь идёт о Франции, твоей Франции. Подожди, ты смешни руку, мне больно руку. Он всегда расстаться с Францией, даже с самой жизнью, если того требует благоотечество. Ой, благоотечество, благоотечество! Как будто я не мог найти покоя на полях сражений. Я знаю, ты подставлял себя всем пулям. Пулям, да, но не союзникам. Значит, невозможно. Всё человечество смотрит на тебя сейчас. Ты был его судьбой, теперь оно хочет стать твоей. Это твой долг перед ним. Это молодые. Это твой долг перед ними. Это юнцы, головы которых полны славы стариков. Слышишь, как они горды? Это гордость последнего завета, уверенность в сердце. Они уверены, что завтра сводят парижные. Как они могут сомневаться, если их ведёт Наполеон? Как они могут сомневаться? Юноши, преданные своим императором, я лишил их славы. И смерти. И смерти. Ну, позволь мне проститься с ним. Гадун, обращайся. Ну, последний раз. Гадун, обращайся. Как они будут разочарованы, что не смогли умереть. Безгранично разочарованы. Позвольте, стоп. Разочарованы и благодарны. Я перепишу начисто, ваше величество. Мы тоже разочарованы и благодарны. Мы, мы только безгранично разочарованы. Как посмотришь, что остаётся такой жизни. Остаётся такая жизнь. Приятная женщина с цветком и окнами на север. Так несколько интригующе назвал свою новую пьесу Эдвард Радзинский. А в предисловии, которое предваряет публикацию этой пьесы в журнале «Театр», драматург объяснил, что им задуман целый цикл бенефисных пьес для лучших наших актёров, и что «Приятная женщина с цветком и окнами на север» первая в этом цикле. Ну что ж, замысел, по-моему, интересный и перспективный. И хорошо, что у него сразу нашлись последователи. Пьесой заинтересовалось руководство театра эстрады. Ставить её взялся Евгений Лазарев, известный актёр, который вот в последние годы формируется, по-моему, в яркого режиссёра. А главную роль сыграла Татьяна Доронина, что, конечно, сразу обеспечило спектаклю полный и абсолютный аншлаг. Мне кажется, одна из очень существенных сторон уникального дарования этой актрисы, это умение сочетать открытый лиризм и яркую броскую характерность. То есть, по-моему, лучшие создания Дорониной, они как раз и возникают вот на этой очень тонкой, очень рискованной грани, на грани отчаянной исповедальности и иронии, иногда горькой, а иногда весёлой. Мне кажется, что вот об этом и думал Эдвард Радзинский, когда писал для Дорониной роль Аэлиты в своей новой пьесе. И играет Доронина эту роль взахлёб, будто вот прямо сейчас, сию секунду на ваших глазах, должна выложиться до конца совершенно и абсолютно. Сейчас вы увидите сцену из этого спектакля, где героиня Дорониной встречает в купе поезда человека, которого никогда прежде не видела, и тут же начинает ему рассказывать о своей жизни. В качестве партнёра Дорониной выступает здесь постановщик спектакля, Евгений Лазарев. А меня только что из-за вас проводница обхамила. Стою я в коридоре, она, вы знаете, так проходит мимо и говорит, гражданочка, у вас в купе мужчина, я могу вас перевезти в купе к женщине. Я говорю, а зачем? Я вас не просила, я могу в своём ехать. Она, вы знаете, так отворачивается и как будто не мне, говорит, лично я с незнакомым мужчиной одна на ночь в купе ни за что не осталось бы. Я говорю, вот вы и не оставайтесь, а я за себя уверена, мне бояться нечего. Мой музей здоровый ответ. Да, ну что вы, я иногда, вы знаете, такая хабалка становлюсь, я так пущу вдоль по Питерской, а чего я в этом в купе-то очутилась, оно такое дорогое. Все наши-то на автобусе поехали, а мне нужно в деревню мать навестить. Еду, мучаюсь, ехать ночью, с моим везением обязательно какой-нибудь подонок, извините за выражение, попадётся. Вы знаете, ко мне обычно такая шваль пристаёт, а тут такой, нет, сегодняшний день у меня точно со знаком плюс. Сейчас мы у проводницы пойдём, она в отпаде будет. Меня зовут Айлита. Значит, Айлита меня назвала мать. Это когда мне на свет появиться, она посмотрела одно кино, такое старое-старое, и там героиня, она марсианка была. Красивое имя. Очень, очень. Значит, меня зовут Айлита Ивановна. Я, извините, до сих пор не знаю вашего имени-очестра. Андрей Андреевич. Очень приятно. Значит, я Айлита. Самый, что ни на есть, обычный товарищ. Вы знаете, у меня сегодня, в общем, годовщина. У меня ровно пять лет, как я познакомилась с Апокином. Я тогда тоже в новогодней бригаде участвовала, снегуркой. А Локотко-грузчик у нас был Дедом Морозом. А Апокин был Дедом Морозом во второй бригаде. А Гуслицар из кадров у него была снегуркой. Но наш Дед Мороз Локотко глаза налил, и Апокину из другой бригады пришлось приходить к нему бороду снимать. И вы знаете, он мне сразу так понравился. Такой скромный. Он так тихо спрашивает, как тебя зовут. Я говорю, как мать назвала. Посмотрите, сама умираю, познакомиться хочу. Тут смотрю, его снегурка Гуслицар. Вокруг него прыгает, волосы ему поправляет, понимаете, то, сё. Когда мне человек нравится, я ревнивая по-страшному. Я просто войной иду. И тогда я говорю Апокину сама. Я говорю, вы подождите меня здесь, пока я шубу у Снегуркину в костюмёрную отнесу. А обратно вместе поедем. Ну, Гуслицар в отпаде. Но я знаю отлично, если мне надо, чтобы человек меня дождался, обязательно что-нибудь такое произойдёт, не дождётся. Догадайтесь, что я сделала, чтобы он дождался. Вот это вовек не догадаетесь. Слава. Слава. Сумочку дала ему свою подержать. Сумочку с документами. Ну, сумочка-то моя, и он же не убежит. Ну, с Гуслицар плохо. А я, вы знаете, переодеваюсь и говорю, всё, Айлита, ты потеряла лицо. Вы знаете, потому что, когда мне человек нравится, я как будто в облаке в каком-то хожу. И вижу всё, как будто из этого облака. Вы знаете, мне один человек, он хорошо ко мне относился, он так сказал, Айлита, не приставай к мужчинам. Потому что я, когда мне нравится, человек темпераментная такая становлюсь. Понимаете, ужас какой-то. Что-то я всё болтаю, болтаю. Вы знаете, что мне обидно. Зло, такой умный оказался цветок, такой всё понимающий. Правда, у меня окна на северную сторону, мне приходится его на лавочку выносить, выгуливать. Чего? Цветок на лавочку вношу, как же, чтобы солнце видел, чтобы воздух, чтобы жил. А как же, выгуливаю. Всё-таки я настойчиво, но самым почтительнейшим образом попрошу вас от ужина со мной в вагон-ресторан. Вы знаете, мне так нравится, когда вы так говорите, ну, как будто это кино про прежнюю жизнь. Только я пас, к сожалению. Вы знаете, мне нельзя на ночь. Я в брюки не влезаю. Загадка. Ем мало, переживаю много, всё равно толстею. Кость широкая. В лучших работах Татьяны Дорониной пронзительная человечность органически сочетается с почти гротеском, почти фарсом. В этой связи я хотел бы напомнить об одной, вернее, о двух работах Татьяны Дорониной в неновом спектакле, в спектакле театра имени Маяковского «Да здравствует королева Виват» по пьесе английского драматурга Роберта Болта. Доронина здесь играет двух королев, Марию и Елизавету. Два характера женских решительно, диаметрально противоположных. В её Марии пленяет светлая поэтичность, лиризм, а глядя на Доронинскую Елизавету, восхищаешься резкой характерностью, восхищаешься глубиной и достоверностью перевоплощения. Эти трансформации происходят мгновенно, но это не смена масок, ибо Доронинской индивидуальности хватает на то, чтобы понять каждую из соперниц, проникнуть в душу каждой из них. Итак, Доронина Мария, Доронина Елизавета, короткое напоминание о давнем известном спектакле. Шотландия! Я согласна вас выслушать. Ваше Величество, мне кажется, вам нужны люди и деньги. Да. Вы не собираетесь смешиваться в дела церкви? Церкви, сэр? Вы что, религиозный человек? Да, да, очень религиозный. Вы знаете, когда наша церковь победила католическую, мне достался очень хороший кусок пастбищной земли, который раньше принадлежал католикам. Так вот, я религиозно отношусь к этим пастбищам. Если вы дадите мне средства и людей, я не трогаю ваше пастбище. Условия? Никаких условий, Ботул. Делаю ставку на будущее. Я полагаю, у вас хватит ума это понять. А вы не глупы. Да, сэр. А как вы полагали? Чего же вы вышли замуж за этого, Дарли? А что есть у меня такого, Ботул, что заставляет вас и всех ваших лордов всегда и всюду набрасываться на меня и унижать мое достоинство? Неужели дело в том, что я женщина? Красивая женщина. Так что же? Хочется наброситься. Это что, комплимент? Это комплимент, да. Вы израсходовали всю вежливость уходить? Этот комплимент годится только для куртизанки. Ну что, уйти мне или остаться? Хотите остаться, меняйте поведение. Нет, я не буду менять поведение. Мы же с вами очень похожи. Но это уже не комплимент. Правда, я ворую овец, а вы налоги. А в остальном мы очень похожи. Если бы с вами, Ботул, есть еще одна разница. Ну, конечно, есть. Я королева, вы подданный. Вы женщина. Женщина. А чего не прогоняете? Восхищаюсь. Меня восхищает. Ваша грубоватая провинциальная мужественность. Да, да, есть в некоторой степени. Идите. Для того, чтобы мы задумали, вы человек неподходящий. Англия, Сен-Джеймский дворец. Приемная королева Елизаветы. Испанский посол, как ваше величество распорядилось, пришел на аудиенцию сегодня. Скажите снова завтра. И передайте французскому принцу, мы отдаем ему свою руку. Он католик, ваше величество, ваш народ не согласится на него. Мы тоже не согласимся, так что пошлите ему сто тысяч крон, чтобы желание взять нас в жены в нем не угаснуть. Сто тысяч крон, ваше величество? Чтобы в нем не пропал аппетит, нас надо немножечко подзаправить, украсить и прикрасить. Продайте на двести тысяч королевских земель. Продавать наши земли, ваше величество. Убывают времена, когда экономия становится слишком большой роскошью. Мой старый друг, сейчас наступило именно это время. Вторые сто тысяч отправите в Плимут. Сэр Франсис Дрейк скажет вам, на них можно построить шесть кораблей. Объясните, построить надо десять. Если для этого пойдет в ход непросушенный лес, пусть. Корабли нужны только для того, чтобы задержать Парму с великой армадой. Потом хоть потом. Слушайте. Вы, сэр, соберите добровольцев, отправьте в Нидерланды, пусть хоть на некоторое время займут герцога Парму. Слушайте. И собирайте армию. Слушаюсь, ваше величество. И готовьте ее. Слушаюсь, ваше величество. Еще. Я рада вас видеть. Родин. Ваше величество, вы более великая монархия, чем ваш отец. А он был мужчина среди мужчин, ваше величество. Вы знаете что, мой старый друг? Я именно об этом подумала. Еще на этой работе не только быстро стареешь. На этой работе перестаешь быть женщиной. Мой старый тюремщик. Передача наша окончена. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok